Друзья, сегодня у нас презентация книги «История клуба 81. Пера или клавиши Бориса Ивановича Иванова». Ведущих будут двое, Борис Останин и Борис Рогинский. Я как нелюбитель вести, я буду тушеваться и все Борису передавать, бразды. А он, поскольку не всю публику хорошо знает, он на меня будет кивать, чтобы я там определял, кто там выступать будет или что. Значит, сразу, чтобы не забыть всевозможные благодарности. Где Вика? Вика, в первую очередь, благодарна. Спасибо за помощь созданием этой книги. Ну что, все женщины, Ира Кравцова, тоже благодарность. Это издательство Ивана Лимбаха. Сделали книгу быстро, и я понимаю, что ее надо было года 2-3, наверное, делать, давать Славе Долинину на вычетку. Мы знаем его скорости небольшие, медленные, но доскональные годы через 2, может быть, она бы вышла. Но поскольку там как-то возник грант, который надо было послезавтра все принести, я это отлично помню. В пятницу я приходил, а в понедельник надо было уже все сдать. И я за субботу-воскресенье там какую-то невероятную работу проделал по отзывам там, по каким-то еще. Ну, все подробно не буду рассказывать, но все-таки успели. И примерно через 3-4 недели от Иры приходит бумажка, вернее, не бумажка, а на экране, как это называется, ну, рамочка или что, денежки получили. И потом, по-моему, там через месяц-полтора-два она и вышла как-то очень быстро. Поэтому я призываю всех знатоков вооружиться какими-то бумажками, читая эту книгу, всякие неточности и несуразности отмечать. И если будет второе издание, там лет через 10-15, ну, если будем живы, если страна будет живая и все, может быть, внесем эти правки и издадим вторым тиражом. Ну, и, конечно, женщин еще не всех причислил. Маша Гдезельбергбург. Маша Гдезельбергбург. Да, вот, есть, спасибо. Она помогала как-то латать эти разные файлы Бориса Ивановича, которые были довольно разные, несоответствующие друг другу, или там варианты расходились. И она помогала, и меня в левое плечо пихала, чтобы я это тоже делал. Вот. Ну, и даже не знаю, кому еще спасибо. Уже перехожу на мужчину. Борису Рогинскому. Вот. Как-то он не сразу взялся писать, должно это было быть предисловие, но поскольку он не сразу взялся, а перенесли в послесловие. Вот. Придумал замечательное название «Переговорщик». Оно как-то где-то потерялось. Вот. Но кто будет читать книгу, поймет, почему Борис Иванович Иванов – переговорщик. Вот. Ну, вот такое, значит, вкратце вступление. Должно было выступать довольно много людей, но кое-кто не пришел. Я уж тут не буду перечитать. Человек пять-шесть. У кого лекция, у кого больница, кто уехал в Италию, кто там еще куда. Ну, возможно, справимся и своими сынами. Ну, я это условно называю. Может, не Италия, а Швейцария. Микрофон нужен? Я думаю, что нет. Так слышно? Да. Там слышно? Слышно? Слышно. Ну, попробуй. Хорошо. Как вы ничего не говорите, что ли? Я произношу слово «слышно» с вопросительным знакомым. Вопросительный знак. Пожалуйста, мне обратиться к вам коллеги. Так обращался Борис Иванович всегда к нам на семинарах по изучению непоцензурной литературы. И он меня к этому как-то приучил. Вот, коллеги, меня эта книга постоянно, когда я ее читал, обращала в изумленное состояние. Я очень много удивлялся. Несмотря на то, что в общих чертах представлял, как это все было, в ту эпоху, когда это все происходило, я еще был мал, но был знаком и видал дома и Виктора Борисовича Кривольна, и Сергея Георгиевича, и Белого Илановского. Ну, тогда я был мал и не представлял всей фантастичности происходящего. И эта книга, прежде всего, произвела на меня фантастическое впечатление. Позволю себе прочитать одну небольшую выгодку, самую мою любимую из этой книги Бориса Ивановича. Вчера на чердаке было отчетное собрание. Еще не все собрались, когда кто-то сказал, что Авелия Низовского отвезли в больницу. У него после тяжелого разговора в Дедгизе случился инфаркт. Андреев, товарищу нужно помочь. Как? Спрашивает в кубочках автор. Всех, кто готов участвовать в спиритическом сеансе, прошу собраться в одном месте. Андреев, то есть куратор из КГБ, все взволнованы и заинтригованы. Андреев продолжает. Внимание, все начинаем думать только о Савелии и о нашем желании ему помочь. Закроем глаза. Он там, на высокой горе. Мы видим его. Мы обо всем забыли. Думаем только о нем. Тихо. Мы сконцентрируемся. А теперь посылаем ему свою волю, свою энергию. Если вы помните у Дудинцева в белых одеждах, был такой исследователь. Главное, помогло. Савелию-то помогло. Вот в чем я помню. Да. Он резко пошел на поправку. Буквально там, минуту в минуту. Вот, да. Так вот, Дудинцева был такой исследователь из секретов. Тоже мистик, телепат и так далее. Это писалось, как раз примерно в те годы. Так вот, что это было за эпоху? Что это было за события? И чуть-чуть глубже копнув, мы выясним, что везде вещи совершенно необъяснимы и непонятны. Как Борис Иванович сумел подбить наше ленинградское культурное, не подцензурное, не официальное сообщество? Создание организации, во-первых. А во-вторых, создание организации, которая легальна и которая, ну не то чтобы курируется, но во всяком случае соотносится с КГБ. Люди сидели по своим более или менее котельным, ну и еще каким-то другим местам, но все противилось. Весь образ жизни, как я себе его представляю, конца 70-х, нашей, ну богема, кто-то любит это слово, ну неважно. В общем, вот это вот сообщество неофициально, он был абсолютно противоположен всякому организационному началу, всякому, всякой попытке выйти из подпория. Люди, собственно говоря, были довольны тем, что круг их чтения ограничивается другими авторами, скажем, если это речь идет о журналах. Ну, чуть-чуть пошире, да, и отчасти еще интеллигентнее, но все равно, как ему удалось подбить. И вот я не знаю, что тут сыграло роль. То ли то, что он долго приучал к этой, как он называет это, институализации культуры, самосознанию культуры. Вот этим журналом часы, которые регулярно, равномерно выходили, шли, шли эти часы, это значило, что жизнь продолжается, как бы ни было все невероятно и фантастично, но мы существуем в этой действительности. Потом конференциями культурного движения, может быть, религиозно-философский семинар у Кривольда Егорьевича, вот это. С другой стороны, может быть, он, конечно, их подбил названием «клуб». Я представляю себе, что клуб – это, конечно, нечто очень желанное, это что-то из литературы. Это пикминский клуб или английский клуб, в общем, что-то достаточно аристократическое и к тому же собрание чудаков, конечно же. Такими чудаками и было большинство людей, участвовавших в этом мероприятии. А может быть, Брешила где-то в публикациях, хотя она очень долго оценивалась, в сборнике «Круг», о котором я сейчас говорить не буду, но это потрясающая книга. Несмотря на всю свою резанность, она до сих пор производит на меня грандиозное впечатление. Следующий вопрос. Как ГБНР это пошло? У меня такое ощущение, что они настолько запутались сами в том, что делать, они не понимали, они не имели достаточно четких инструкций сверху. В конце 70-х время вообще их полного метания. Скажем, чего стоит, чтобы избить, практически убить в 78-м году Юрий Домбровский в Москве, очевидно совершенно с подачей этих органов. Они не знали, что делать, убивать людей или наоборот идти к ним с распростертыми объятиями и подчинять их себе или что-то такое немыслимое. И вот это и произошло здесь, в истории с клубом 81 и с этим самым телепатом Андреевым. Все невероятно, все фантастично. Борис Иванович сам фигура фантастическая. Он человек не из этой эпохи, он человек из эпохи 60-х, конечно же. Он человек эпохи молнии. И вот почему у него в рукописи ряд неточностей. И вообще, бывало, что он не обращал внимания на второстепенное, он всегда умел, он всегда, ну вот, такая противоположность Эрлю. Он всегда считал, что важно выделить главное, а остальное это уже приложится. И то, что у него была вот эта организаторская жилка, это тоже из 60-х годов. И то, что он верил в возможности разума, вообще говоря. Не веры, не религии, а в первую очередь с разума. И вы помните, не знаю, как на предыдущих его квартирах, на последней квартире у него рядом с компьютером висел портрет Гегеля. И я все сомневался, почему Гегель? Он все про Лютера мне говорил, про Лютера. А про Гегеля ничего не говорил. Но между тем, неколебимая вера в свою разумность, в разумность действительности, миропорядка. И, соответственно, в разумность истории помогала ему и давала ему возможность завести вот всю эту историю и с часами, и с клубом 81. Это все производит именно... Но меня это все равно всегда, когда я возвращаюсь к этой книге, она производит ошарашивающее впечатление. Удивительные люди, удивительная эпоха, удивительные события почти фантастические. Спасибо. Друзья, я, как всегда, многое забываю. Я забыл сказать, что помимо людей, кто, ну, как бы уже заранее захотел выступить, и мы договорились, они будут выступать. Можно и желающим выступить и что-то сказать. И тема не обязательно связана с этой книгой, клуб 81. Это могут быть размышления о сборнике «Круг», которому 30 лет исполнилось, и о том времени, когда мы жили 70-80-е годы, и соотнесении с нашим временем. Ну, в общем, как бы довольно все вольно и свободно. Теперь, кто хочет второй? Ира Кравцова или Сергей Стротановский? Кто готов сказать? Ира, скажешь? Женщин вперед. Ну, знаете, пожалуйста, мы у меня просто несколько заметок. Ирина Кравцова, издатель. Несколько заметок на полях, собственно говоря, проделанной работы. Я не способна, понятное дело, каким-то воспоминаниям. И я думаю, что меня слышно. Слышно? Да. Хорошо. Во-первых, спасибо вам всем, что вы пришли смотреть на нашу книгу. И купите ее. Спасибо за то, что вы ее прочтете. Спасибо Борису, который такое проявил к нам доверие и принес. Это именно в издательство Ивана Лимбаха. Хотя, конечно, теми это не чужие. Вот уже на прошлом вечере, посвященном Борису Ивановичу, Борис рассказывал о нашей работе над трехтомником коллекции. Это действительно была совместная с Борисом Ивановичем большая трех-четырехлетняя работа. Микрофон был лучше, а кто-то лучше. Хорошо. А он не пью. Ну вот я начала говорить о том, что издательство Ивана Лимбаха не чужое в этой теме и в общении с Борисом Ивановичем как автором. Поскольку в 2001-2004 годах мы работали над тремя книгами коллекции, сегодня принесли эти туники ленинградской прозы, петербургской прозы ленинградского периода 60-х, 70-х, 80-х годов. И понятное дело, что тема совершенно была знакомо известна. Кроме того, мы издавали прозы Верга, кроме того, мы издавали пунктиры Бориса Астанина. Мы не говоря уже о поэтических книгах, а это Малич Само и Леонида Аранзона. То есть я хочу сказать, что понятно, что в создании Бориса Астанина мы всплыли в числе претендентов на это издание. Борис уже упомянул, что действительно принимали в нем участие несколько недель, кому хочу сказать спасибо. Это те, кто писал реценции, правильно? Те, кто писал рекомендации. Рекомендации. Кобок, Арьев, Нина Ивановна Попова. Я считаю, что это замечательная вишенка на торте данной темы. В конце концов были даны деньги городом на рассказ об этой замечательной истории. Так что благодарность Нине Ивановне Поповой, благодарность Александру Кобоку, Александру Кобоку, благодарность Александру Кобоку, кто поддержал этот замысел в его самом начале. Кроме того, хочу еще сказать, что вот это оформление, которое... Замечательное воспоминание. Борису оно очень понравилось. Мы сначала думали, что это пропадающая буква, исчезающая буква. То есть чернила, которые, так сказать, оплывают, опроводают, выцветают. И, собственно, у нас в анонсации написано, что это близкая, но уже история, которая уже обходит прошлое, как бы она уже немножко, так сказать, в какой-то патиной времени покрыта. Но сейчас, чем внимательнее я всматривалась в эту книгу, и, в принципе, вот в ее время мы следим за событиями, у меня такое ощущение, что это не исчезающая, а поступающая буква. И что, может быть, эта книга, как это ни печально, ни странно, может оказаться пособием для будущих культурных трейгеров, культурных деятелей. Да, собственно говоря, Клуб 81 некоторым вроде Астанина продолжает на своем чердаке, я так понимаю, отчасти. Ну, в новых условиях, с новыми людьми, с новыми людьми, с другой энергией. Поскольку речь шла не просто и не столько о выживании как таковом, а речь шла все-таки о завоевании, так сказать, пространства свободы, о выходе на свет, о преодолении культурной изоляции, в конце концов, это было движение к независимому книгизданию, представителем которого мы являемся. И все-таки, тем не менее, какая-то перекличка с тем временем. Сейчас, повторяю, к несчастью, и, конечно, мы об этом говорим, с грустью происходит, я это ощущала совершенно отчетливо. Конечно, есть вопросы, и Борис, совершенно прав, Борис Рокинский, который именно задает вопросы, очень хотелось бы услышать вас. Те, кто принимал годы участниками Клуба 801, вы именно рассказали. И поговорили вот и на эту тему, которая, собственно, является самой такой, может быть, до известной степени болезненной. Насколько был страх, и был ли он вообще перед этой организацией, перед КГБ. Был ли он, в какой степени, и как он преодолелся, если он был, или если его не было, то почему его не было в конечном итоге. Ну, в общем, на самом деле, об этом хотелось бы услышать. Борис Иванович, ну, то, что он архивариус, и то, что он необыкновенно много сохранил, собрал, и вообще говоря, история непоцензурной литературы Ленинграда, мне кажется, еще только где-то впереди, в смысле того, что она абсолютно не написана, конечно, многое уже сделано благодаря изданной энциклопедии, благодаря трехтомнику, благодаря теперь новой книге, но все-таки ее еще нужно писать, потому что, например, книга советского «Андеграунд», которая была издана в 2002 году, она была издана тогда, когда даже еще три тома коллекции не вышли, и в ней мы практически ничего про клуб, например, не прочитаем. Ну, короче говоря, спасибо, спасибо еще раз вот за доверие. Будем надеяться, что эта книга будет прочитана, что вы действительно сделаете, может быть, и пришедете в издательство свои замечания, потому что сераж маленький. Мы не очень уверены в бумажной версии, но то, что мы хотим в обозримое время создать все-таки электронную книгу, это факт. И чем раньше, вот все, кто смогут поделиться с Борисом или с нами, Борисом Астанин или с нами напрямую в издательстве, добавление правки, замучениями, главное правкой, мы будем признательны, отметим ваше участие, и будем надеяться на продолжение сотрудничества. Друзья, я два слова на счет выбора издательства «Лимбаха». Это примерно уже в хвосте у Бори Рогинского рассказ о Бандрееве, который лечил Савелия Низовского. Что книжка уже была, в принципе, готова в электронном виде, и я, как старый Обломов, лег и лежал. И вот лежал неделю, две, три летом, и вдруг в пятницу, я число не помню, но можно посмотреть, меня вдруг что-то кольнуло, и у меня на выбор было три или четыре издательства, включая Андрей Наследник, он и кто-то еще был. И вот эта кольнувшая сказала, надо бежать сейчас к «Лимбаху». И я прибежал, по-моему, в пять или пол шестого вечера, что уже народ там расходился, и то, что уже рассказывал. А в понедельник был последний срок гранта. Так что, а в субботу, когда я куда-то пошел, я случайно Ариева встретил там где-то на улице, или в это, забежал к обоку домой, к Нине Ивановне, она неожиданно в понедельник утром приехала на работу, хотя она не закрыта в понедельник. В общем, все сложилось. Так что здесь выбор не совсем мой, а вот как бы немножко сбоку. Значит, Сергей Георгиевич. Да, или Вячеслав Долинин. Кто готов? Следующий готовится. Открывается. Микрофон. Вот, есть. Ты не уходи. С тобой попал, да? Привет, Герпич. Приветствую всех. Здравствуй. Ну, уже вроде, да? Да, давай, давай. для камеры, так это моя рука ну, я очень рад выходу этой книге сам я ее еще пока не читал но скажу, так как пастернака не читал, но скажу примерно так в этом жанре я выступлю я думаю, что эта книга рассеет всякие досужие вывозы и мифы, которые сложились о клубе 81 сейчас один миф оказался очень таким устойчивым что это все организовало КГБ это, так сказать, только была их инициатива в действительности, инициатива шла снизу вот, ну, действительно и, собственно говоря, сам клуб 81 это результат договоров, переговоров и, в общем-то, компромисса но, как известно, что компромиссы бывают разные я считаю, что этот компромисс был жизненно, в общем, он принес пользу пользу для нашей второй культуры вообще, надо сказать, что вот Ленинград 70-х, 80-х годов был, можно сказать, уникальным городом из-за двух феноменов, я считаю даже, можно сказать, трех ну, вот это вторая культура выражением которого был сам издат причем именно только в Ленинграде ведь была сам издатская журналистика так сказать, периодические издания ленинградские в Москве в Москве чуть-чуть было там чуть-чуть было, так сказать, провинции можно сказать но вот как феномен такой это было именно именно здесь у нас в Ленинграде вот, и, конечно, клуб 81 но вот и вот для меня это было очень важно не только как для человека пишущего но и еще как некоторым образом сам издатского деятеля к этому времени ко времени создания клуба 81 я вместе с Кириллом Мутырином был с редактором журнала Диалог но вышло это всего три номера и потом мы организовали другой журнал обводный канал первый номер которого вышел до основания клуба но надо сказать, что в плане сам издата в плане сам издатской журналистики очень помог клуб как бы давал некую такую крышу, можно сказать так мне кажется ощущения у меня они может быть Боря Астанин не будет с собой согласен но вот какое-то ощущение такое вот что нас так уж не будет за нами слишком гоняться так сказать это было при том, что какие-то элементы конспирации у нас ну я говорю у нас потому что главным в этом журналах диалога водный канал был все-таки не я а Кирилл Михайлович Бутырин здесь вот отсутствующий вот я несколько слов скажу ну вот поскольку тема не только клуба Сунистадин но и сам издат тоже вот несколько слов о журнале диалог он его в интернете нет как я говорится вышло три номера только и собственно и этот журнал возник собственно говоря из частной переписки меня и Кирилла Бутырина по разным проблемам про проблемы либерализма нации национализма потом там бывающая помещена переписка с Татьяной Горичевой по религиозным вопросам а в третьем номере вот единственный материал который был опубликован из этого журнала это блоковская анкета она опубликована сейчас уже в последнем блоковском сборнике но вот я не знаю я тут захватил такой текст раз речь пошла о журнале диалог вот представить такое скажем переписка на тему либерализма но тут немного в общем две странички можно прочесть так сказать вот тем более тема в общем-то до сих пор актуальная к сожалению поскольку есть такая дурная актуальность но вот собственно говоря это бы и были первоначальности письма с которых и начался этот журнал вот тут вот небольшое мое письмо но письмо Кирилла Бутырина на ответ слишком большой я из него только один отрывочек прочту вот захватил ксерокопии вот ну вот дорогой Кирилл в наших с тобой разговорах мы неоднократно поднимали одну важную тему тему либерализм мое письмо есть попытка насколько возможно очертить свои взгляды по этому вопросу начну с некоторых собственных наблюдений слова либерализм либерал давно стали в русском языке словами жутилами сейчас даже явные либералы по образу мысли боятся этих слов и предсчитают называться демократами или как-нибудь еще называться либералом стыдно так же стыдно как публично признаться в каком своем физическом недостатке с юношеских лет мы привыкли к тому что либерал это что-то бесхарактерное аморфное в высшей степени жалкое что это всегда применительно к подлости и ну хоть что-нибудь пустосубые щедринские формулы которые нам когда-то вдолбили вместе с таблицей умножения сразу вижу твое недовольное лицо причем тот щедрин причем тот школа я ведь совсем с другой точки зрения знаю что с другой но ведь мы не властны над языком над подсознанием если в русском языке в отличие скажем от английского слово либерал получил отрицательный ореол то это невольно влияет на наш образ мыслей здесь язык уже подумал за нас и идти против языка против устоявшегося стереотипа трудно так было не всегда во времена декабристов эти слова либерализм либерал звучали по-иному в них был привкус боевого металла затем исчезавшим но не будем углубляться в историю прослеживать такими путями слова идеи потеряли свой былой престиж тема у нас сейчас иная попытаться выяснить что же такое либерализм в чем его пафос в чем его идея но прежде всего в том что что подпадает понятие либерализма либерального сознания сейчас много говорят о правах человека либерализм ли это да права человека это либеральная идея парксиналс говорят о вертитерпимости о том что государство не должно вмешиваться в религиозную жизнь это тоже либерализм так как это либерал или игорь частное дело каждого лозунг разумеется неприемлемый как для религиозного сознания так для его нестина атеистического либерализм это идея свободы личности суверенитета личности относительно государства и любви других общественных институтов желающих отнять этот суверенитет каковы же исторические корни либерализма ну может быть я здесь что-то пропущу в свое время Петр Бергангель Штрубе пытался доказать религиозное происхождение либеральной идеи он в частности вслед за Масариком ссылался на англо-американского проповедника 17 века Роджера Вильямса основавшего в Америке город Провиденс где могли жить люди всех вероисповеданий но вероотерпимость это еще не либерализм либерализм для меня действующего 18 века века просвещения либеральная идея одна из имманаций просветительской идеологии и в этой идее есть близкая родственница с которой ее часто путают хотя они тайно враждебны друг другу эта родственница зовется демократией демократической идеей не в этом ли смешение причина того что современные либералы в России предпочитают называть себя демократами либерализм отстаивается у меня сет личности демократии